Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорьев, это канал Футбол, это жизнь. Итак, это долгожданный видеоролик по Песу. Итак, у нас очень часто выходят ролики по Фортфифа, футбольным челленджам, угадайки с Максимом. Давно не было Песа у нас на канале. В последний раз где-то даже с зимой я вроде его записывал. Уже дошло дело до того, что я удалил Пес плойки, но в библиотеке он остался. Я решил восстановить и поиграть, и посмотреть, каков Пес в концовке. Потому что на закате Фифа уже умерла еще давным-давно. Вот, это еще, наверное, даже где-то в конце зимы, может, уже Фифа и умерла. После того, как Тотти, наверное, закончили все. Тотцы это уже никому там не интересно, просто вылавливают и все. Но посмотрим, каков Пес в концовке лета, в концовке самой этой игры. Потому что скоро выходит Pro Evolution Soccer 2020. Демку мы, естественно, заценим. Так что подписывайтесь на канал и ждите Pro Evolution Soccer 2020. Ну, а давайте посмотрим, что мне выпало. Это я делал только на запись. Не стал это даже как бы начинать с этого видеоролика. Ролик дали мне джипешки за то, что я долго не заходил. И были вот такие вот контракты легенд. Как из Европы, так и из Южной Америки. Там и вообще вроде из Америки. Поэтому я их открыл. Ну и смотрите, что мне выпало. Продолжение следует... Итак, друзья, да, собрал я всех уже. И Марсела 81-й прокачал. Но и, естественно, у нас теперь все и Роналду, и Месси, и сам Неймар. До 42-го уровня его можно качать. Месси до 38-го, Роналду тоже до 38-го. Но все-таки Роналду у нас это как бы информ. Также я вот не знаю, Лугана написано. Ничего практически про него. Поэтому это вроде как я понял, легенда, то ли не легенда. Странно все очень. Также и Оуэн. Ну хотя вот видите, у Роналдини именно такая карточка. Мы вот окачали до 93-го. Но в нашем составе у него рейтинг 87. Потому что нету цапника у нас. Ну и давайте нам снова дали контракт. Этот скаут. Специальный агент. Черный мяч. Ну и давайте все-таки посмотрим, кто нам выпадет. Это будет уже гарантированно черный мячик. Но первого, правда, рейтинга. Итак, внимание. Мы летим в Англию. Давид Дхэй было бы неплохо. Мне на ворота. Итак, это Найк. Это Манчестер Сити. Это Рахим Стерлинг, я так понимаю. Да, семерочка. Это Рахим Стерлинг. И какой у тебя рейтинг? 78. Не знаю, что с ним можно придумать. Ну, интересно, хоть как. В FIFA он бы очень, естественно, пригодился. Но не будем забывать, что в составе у меня я не обратил на него внимания. Но, может, многие из вас увидели. Это Гаральд Бэйл в нападении 90-й. Он мне выпал 88-й, если я не ошибаюсь. Ну, я его апнул до 90-й. Вот уже третий уровень ему прокачал. И вот уже рейтинг 90-й. Халкучка в нападении. Если его ставить сюда, как бы без разницы. Хотя и Бэйл 86-й в нападении. Интересно было бы посмотреть. Клювер-то я вот никак бы не мог никуда бы его деть. Могу, конечно, вот так вот сделать, чтобы поиграть просто за Сона. Можно это все, конечно. Даже пришлось Буфона нам убрать из состава. Вот он теперь здесь. Есть у нас МРС. Просто хотел затестить и Марселло. Пепе у нас и Рональдинио с Бэйлом в нападении. Но этих парней мы, наверное, никак и не засунем в наш состав. Жаль, конечно. Ну что же, к чему этот вообще видеоролик? У нас есть кубок, который будет еще действовать два дня. За это мы уже точно получаем икону. Я попробовал это играть. Против Ливерпуля на Легенде очень тяжело играть. Я забил первым не на записи это было, но проиграл, в общем, 4-1. Здесь от Кариуса, но нужно же. Так, 1-0. Теперь еще и отыгрываться. И отлично. Минье. И что, это второй? Это второй. Абсолютно, вообще, вроде игроки нормальные в обороне. Стоят, но вот это вот, это все. Еще обидно, что нельзя выходить из матчей в Пэхе. Его просто обязательно нужно доигрывать. Те тоже понимают, что это ГГ, и легче начать новый матч. Но нет же, нам надо продолжать. Ну, Даган здесь неудача, конечно. Пролил. Ставь штрафной. Ну, это покер Фермина. Ну, что же, друзья, попробуем вот так вот. Восстанавливаем. Там. Вот таким составом. Можем, конечно, и проиграть. Так упадет. Ну, посмотрим. Посмотрим. Главное, что у нас Месси в составе. Будем пробовать. Сейчас мы Месси поставили. Дальше будем других пробовать. Потому что, мне кажется, что вообще мяч еле до Месси дойдет. Ну, и все-таки вот так вот докатали. Это долгая вот эта всякая атака. Где-то защитник прозевал, и все. Ну, вот это тут вообще просто защитников не было. Там бы, мне кажется, и Алмейда бы наш бы забил бы с такой позиции. Но, естественно, он не забьет, потому что все-таки Барселона. Это на легенде. Комп тебя просто не пропустит. И это что сейчас было, почему-то не вынес. Ну, ты дичь какая-то сейчас была. Ох, как он прям... Ой-ой-ой, нет. Нет. Все-таки пропускаем. Вы посмотрите, какой сейф сделал. Вот здесь вот кариус. Просто ему в грудь пропало. Итак, друзья. Понадокрывал я много нам там давали скаутов, которые просто самые дешевые были. Повылавливал я всяких бичей, белых у них дошаров. Не бронзовые, а не белые. Это еще хуже. 51 рейтинг. Самый минимальный. И вот, что у меня получилось. Теперь мы можем добавить Крещена Роналда, Леонеля Месси и Неймара в одну команду. Тут еще у нас, естественно, Рональдиньо. Ну и, кстати, тактическую подготовку я все врубил. Там был у нас командный дух 91. Все отдал. Получилось 99, как вы видите. Ну, теперь будем бороться снова. Я не знаю, сейчас против даже какой команды. Вдруг нам что-нибудь другое подсунут. Ну, ладно. Ой-ой-ой-ой-ой. Удаляем матипа. Это уже прям по ногам. Только не травмируйся, Роналду. Я тебя прошу. Вообще хорошо Роналду здесь так прокинул. Лео Месси. Вообще, у Месси на Энфилде немножко плохие там. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Штанга, друзья. Штанга. А Ливерпур пока что вообще не сутал никаких моментов. Нет. Но все-таки забивает Ливерпур. Держались мы очень, друзья, долго. Если не ошибаюсь, сейчас еще перерыв будет. Ну, это вообще дубль Фермина, но это... Что происходит сейчас, естественно, и падает. Это командный дух, это все такое. Ну, а теперь все это, естественно, похороны. Вообще, 3-0. За 15 минут это вообще вряд ли. 4-0. Это привод сейчас, естественно, был, потому что, ну... Ну, и после этого матча я уже выключил сам Песу Соньку. И решил, что именно на этом я уже буду монтировать этот видеоролик. Как говорится, ни с чем выкладывать. Ну, потому что действительно очень было тяжело играть. И я уже думал, что я не получил эту легенду. Но на следующий день, это сегодня, именно в этот день, когда я выкладываю этот видеоролик, я решил зайти еще раз в Пес. И каждый день там дают именно этот черный гарантированный мячик с первым, правда, уровнем. И, ну, просто смотрите, что мне выпало. Ну, что ж, друзья. Итак, преобразовали мы нашего Месси в 89. Апнули Месси обычного, который у нас был еще с зимы. Теперь у нас в 95-й. Но если мы сюда ставим в 91-й, так он в 95-й. Но у нас, во-первых, будет Роналду. Ну, а эти ребятишки станут вот так вот. И Роналду в 97-й, Месси здесь будет в 91-м. Итак, ну, во-первых, мы восстановим всех игроков. Это раз, два, я все-таки, это очень тяжело. Так что я и не Песер, да и не Фифер, в общем-то, просто для удовольствия. Ну, и раз у нас получилось собрать Роналду, Неймара и Месси в одной команде, у нас еще и доступно это. Я бы все-таки Челлендж Кап бы попробовал. Если здесь, конечно, А. Обычный игрок, Сантос, Леггинс, Ворлд, Вайт, плюс ПС Коллекшн, А. Не знаю, что это, должно быть интересно против Сантоса. Обычный игрок здесь мы просто, мне кажется, должны разнести. Тем более у нас там Неймар, Месси. Так что просто хороший матч, где я могу показать свою игру. Итак, Неймар будет подавать у глава, я бы хотел бы на Роналду, но я не знаю, Фифки это намного легче, но навешивать на Роналду прям. Здесь это Га... Это кто? Это Головин, что ли? Ты серьезно? У меня Головин в обычных матчах не забивает, хотя я как бы пытаюсь за него забивать, но вот он наш Головин. Отличный гол с углового, ни Месси, ни Неймар где-то лучше себя показали. Ну вот, зачем здесь нам Роналду и Месси с Неймаром, если у нас есть Александр Головин. Вы посмотрите, как только я не играл с зимой, получается, и сейчас до сих пор я не играл ни на запись. И забивает у меня Головин уже второй мяч. Ну, первый, правда, я играл ни на запись, тогда у меня Бэйл правда с углового забил, это с Ливерпулем было легендарным. Ну и все. Убежай, бежай, бежай. Головину почему-то никто здесь не держал. Ой, какой неточный класс. И вот так вот, Бразиль же разыграли. Неймар и Рональдиньо. Тео. Здесь Головин. Отлично порбашен вперед Рональдиньо. Тот на Неймара. Неймар и Рональдиньо, ну это просто шикарный гол. А здесь есть Си. Ну и есть. Более-менее. Похоже. Ну, посмотрите, буквально вот один, второе касание. И третье касание на чужой половине поля. Вот так вот Рональдиньо переправляет мяч. Ну, это красивый гол, конечно. Но все-таки, мне кажется, уже не под закат Песа 19-го. Но все-таки симпатичный гол. Вот она наша легенда в полузащите. Рональдиньо снова играет с Леонельом Месси. И Месси! И какой голод Леонельом Месси. Это в его стиле. Он набирает под рабочую ногу. И забивает гол. Здесь равновидение практически все работы делал. Дает пас. Ну, Месси здесь вот наложено набирает. Проходит в центр. И хороший, крученый. В притирку со штангой. Не касаясь... Не на мяч, не касался и земли. Наверное, что он очень высоко причем углует. Сантос, но и позицию такие все-таки. Он начинает пропускать. Но Рональдиньо как бы забил до основеса. Рональдиньо как бы забил до этого. И вот так вот Месси сваливает Рональдиньо. Когда вы такое еще увидите. Еще и голод Леонель с равновидением вместе. Неймар прибежал. Вообще, вот для голодина это было бы идеально. Он играет со всеми четырьмя футболистами вместе. С равновидением. С Кришем слева и с Неймаром. Ну и Рональдиньо еще вот так вот обыгрывает, можно сказать, с защитника. Ну так, он с Месси еще и в Гольф поиграл в Кришчану. Ну и пушку под конец. И убивает Кришчану Рональдиньо. А, вот так вот здесь кто? Гюндаган, Рональдиньо, Рональдиньо, Головин и Леон Месси. Забыли где-то Неймара. Друзья, Гюндаган его посадили. Был, ну, 9-0. И сейчас должен быть исток, да, все. Ну, здесь-то это понятно. 16 ударов на 11, створ. Ну что ж, друзья, если вам понравился этот видеоролик, то поставьте лайк, напишите об этом в комментариях, если хотите видеть дальше про Вальшин Сокер, пока не выйдет демка. Потому что сейчас всякие много интересных событий. Здесь заходишь каждый день и тебе дают гарантированно черного игрока, именно из черных мечей. Ну, правда, первого уровня, но так и интереснее его качать. Мы уже получили за это и Марсела, Стерлинга получили, ну, и также получили Леонеля Месси, которого мы уже проапгрейдили в основного нашего. Так что, с вами был Андрей Хорев и канал Футбол это жизнь. До новых встреч, друзья. До свидания.